Эти кадры сняты в июне. Река Кудепста вышла из берегов и затопила десятки дворов и домов. Первый удар стихии пришелся на улицы Искры, Дарвина, Сухумское шоссе, переулки Тихий и Александровский. Сейчас, спустя 4 месяца после ЧП, глава города дал поручение провести сбор, объяснить жителям важность страхования имущества, а полученная компенсация и поддержка города помогут быстрее справиться с последствиями разгула стихии. Также необходимо укреплять берега горной реки. Договоренности о совместной работе с краевыми и федеральными ведомствами уже достигнуты. Мы отработали механизм, как раз сейчас все обследования, все 4 района, где есть такие ситуации, мы смотрим и подготавливаем проектно-смедов документацию. Конечно же, мы будем помогать, приезжать в каждый дом, заходить, оказываться действия, но никого в беде не оставим. А это очередной самострой. Вместо трехэтажного застройщик возвел 12-этажный дом. Рядом с ним и обсуждали борьбу с незаконным строительством. В Сочи будет создано муниципальное предприятие, которое займется сносом нелегальных объектов. На особый контроль передвижения документов все в ручном режиме. В микрорайоне Кудепста около 17 тысяч жителей. Судя по опросам людей, им не хватает мест для семейного отдыха. Заросший пустырь на улице Искры скоро превратится в сквер. Здесь появится крупный спортивно-развлекательный комплекс для детей и взрослых. Его строительство в рамках проекта «Комфортная городская среда» должно было начаться через 2-3 года. Однако глава города дал поручение ускорить подготовку. Сквер обустроят уже до конца следующего года. 18-я школа в Кудепсте переполнена. Она рассчитана на 1200 мест, а учеников уже почти вдвое больше. В классах по 35-40 человек. Эту проблему тоже будут решать, заверили в мэрии. Будет запланирована пристройка на 400 деток школы, чтобы Кудепста уже спокойно вдохнула в плане школы. И также территория, которую можно будет оставить для общего пользования жителям. В сквере она будет еще благоустроена. Неэффективно используется территория, используется, по сути дела, вот этот блок, стадион. В школе-интернате по улице Дарвина работает лишь один корпус, остальные в заброшенном состоянии. Не используется и двор, почти 5 гектаров. Здесь можно было бы построить и новую школу, и детский сад. Но земля не принадлежит муниципалитету. Глава города поручил подготовить перспективный проект развития этой территории до 1 декабря. Затем его отправят на обсуждение в администрацию региона. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».